Слава Богу, друзья мои, вы видите, сколь радостные названия у превью на этом видео. Я действительно сегодня, прямо буквально, вот, испытываю такие трепетные чувства какой-то радости. Радости за страну, за нас с вами, за все то, что вокруг нас происходит. Прошу вас заслужить до конца, я хочу с вами этой радостью поделиться, думаю, вы разделитесь. С чем же связана моя эта радость? Эта радость связана, мои дорогие друзья, товарищи соратники, с тем, что дожили в Россию. Наконец-таки возвращается, частично, правда, пока, но возвращается сама Россия. Из чего я делаю такой вывод, и где же все это время Россия была? Вроде бы нам казалось, что она никуда не уезжала. Нет, друзья мои, она уехала. Она уехала, она уехала после 24 февраля, и мы фактически здесь жили с вами все это время в состоянии таких покинутых детей. Или сирот, или сирот, как там правильно, я не знаю. Вот у меня рядом филолог сидит, может подскажет. Но сейчас мне это важно. Важно другое. Я хочу, чтобы вы поняли, почему я об этом говорю. Вот давайте вспомним такой замечательный пост от 5 апреля величайшим деятелем... Я прошу прощения, советской, а потом российской культуры Андрея Макадревича, великого, значит, композитора, музыканта, художника, картина тоже пишет, мыслителя, я бы сказал, даже где-то философа, человека, который, безусловно, оставил очень и очень глубокий след в нашей культуре, и, возможно, еще оставит, поскольку вот его произведения, они фактически звучат из каждого, может быть, радиоприемника, правда, я их не очень слышу как-то. Вот, ну, вы, наверное, больше слушаете, чем я его замечательные песни мы буквально распеваем на улицах во время наших застолий. Правда, я не пою, но, может быть, кто-то из вас их поет. Вот, я, в общем, мне очень сложно вспомнить, что такого большого написал Андрея Макадревича. Нет, была такая группа, конечно, машиновремени, обласканная в свое время Центральным комитетом ВЛКСМ и другими организациями, которые пробивали ей дорогу, поскольку группа выступала с таких, ну, весьма, скажем так, лояльных позиций по отношению к советской власти. Вот этот великий, так сказать, деятель написал 5 апреля, разместил такое сообщение у себя в телеграм-канале. Вижу тявканье по поводу уехавших. Аллы, Максима, Чулпан, Земфиры. Это Россия уехала от вас. Мудачье. Потому что Россия они, а не вы. Ну, вот, после такого, скажем так, плавенного обращения к нам, к Мудачью, потому что я себя тоже к этому Мудачью приписываю, в общем-то, ну, и, наверное, большинство аудитории школы взрослых смысл как-то это. Ну, я вам, честно скажу, это не оскорбительно, получить вот такую резкую оценку со стороны столь, конечно, великого, замечательного и неповторимого Андрея Макаревича. Ну, моя радость частичная в общем-то. Почему я сейчас вы поймете? Потому что пока, из-за того, что вот перечислял Андрей Макаревич, вернулась только часть России. К нам приехала сюда обратно часть России, мои дорогие. Не вся Россия еще вернулась. Максим еще не вернулся. Чулпан тоже, значит, как-то вот не вернулась. И Земфира, говорят, тоже не вернулась. И поэтому пока должно дорожиться какой-то частью. Я вам сейчас покажу, поделюсь с вами вот этой вот радостью. И вы увидите эту часть, вот как приехала эта часть к нам. Как она, значит, так вот легко, по-звездному ножкой так открывает двери своего замечательного лимузина. Судя по всему, чувствую себя хорошо. И мы желаем всяческого здоровья, радости в жизни, как говорится, близким. Чтобы все было хорошо. Ну, думаю, вот на это и рассчитывает наша дива, которая сюда приехала. Ну, давайте посмотрим. Эти ножки так мы открываем дверь, так улыбаемся, мило. Народу, да, к народу. Вот к нам возвращается Россия. Вот эту радость возвращения Аллы Борисовны всем нам принесло. Я вас, конечно, безусловно, с этим совсем поздравляю. У нас с вами начинается новый этап жизни. И будем ждать уже окончательного приезда, там, или возвращения России. Вместе с Максимом, наверное, Галкиным, вместе с Чулпан Хаматовой и вместе с Земфирой. Но как-то почему-то не все с такой радостью, как я, воспринимают вот это вот самое возвращение наших частей России, скажем так, да, такая расчленка такая, частей России в Россию. Многие почему-то по этому поводу начинают как-то, в общем-то, печалываться, писать какие-то, значит, там, посты, кое-что я вам хочу сегодня прочитать. Это то, что вот появилось в сети по этому поводу. Ну, я не знаю, там, вы как воспримите это. Ну, вот есть такие не совсем... Ну, а это же мудачо пишет. Нужно понимать, что когда пишет мудачо, то, понятное дело, что оно не соответствует, в общем-то, такому тренду. Значит, понемногу начинает возвращаться перелет на артисты. Пока не ясно, занимались ли они переобуванием обуви в воздухе или нет. Ну, и Меладзе и Пугачёва ведут себя, как ни в чём не бывало. Как говорится, не извините, ни... Меладзе даёт концерты, а Примадонна будет продолжать продюсировать начинающих исполнителей, большей частью с откровенно пошлым репертуаром. А самобытные и талантливые авторы-исполнители сами будут пробивать себе дорогу на сцену. И Ярослав Сумишевский, и Растеряев Игорь, и другие. Что-то я не заметила, чтобы зарубежные реакционеры российских песен с обалдевшими глазами слушали подопечных нашей Аллы. Даже не зная, сколько сил нужно вложить воротилам шоу-бизнеса, чтобы их опять полюбил народ, у которого в душе остался осадочек, куда артисты смачно поплевали. Ну, здесь можно соглашаться с автором этого небольшого поста. Я, к большому сожалению, как-то себе не отметил, откуда это у меня появилось на моем рабочем столе. Но я вам сразу хочу сказать, что если учитывать, опять-таки, тот первый посыл вот этого великого деятеля искусства, который, значит, почему-то находится сейчас в Израиле, вообще как-то удивительно, все молнистосно стали патриотами своей такой отдаленной несколько родины. Ну, я, чтобы вам было понятно, я к евреям-то отношусь замечательно, у меня родная сестра, вообще-то, еврейка, так сказать, она Гюр проходила, и поэтому я не могу плохо относиться к этой стране. Но как-то меня удивило то, что все эти вот перелетные птицы, как называют, как-то они рванули туда. Хотя раньше ничего общего вроде бы с этим не имели, а сейчас у них это все вот как-то проснулось. При том, как, говорит моя сестра, ее супруг, там, близкие люди, которые их окружают и все прочее, ну, несколько удивительный такой, вообще-то, позыв пресса в сторону людей, которые, ну, в какой-то степени все-таки поддерживают нацистов. Надо сказать, что та сторона все-таки она нацистская, это уже даже доказывать не надо. Ну, как-то они ее поддерживают. Это еще более удивительно, что, ну, вроде бы у Иреев такая память очень прочная относительно того, что произошло 80 лет ему назад, вот, и все, что связано с нацизмом. Ну, они как-то вот к этому, у них нет развоения, расщепления в мазах относительно того, что вот они, значит, такие вот ребята и одновременно, значит, и за нацистов. Ну, это, наверное, связано с тем, что я своему Мишкам сейчас догадываюсь, по стопу, поскольку Макаревич же нам дал общие направления, что они же уехали и Россию с собой увезли, то есть, ну, получается так, что они вроде бы и с России, с нашей туда и уехали. Кстати, что касается вот этого вот посыла, почему-то не очень хорошо на него отреагировал. Есть такой замечательный, по-моему, шелест работяга из Волгограда, и как-то он на этот пост Макаревича не очень хорошо отреагировал. Я сейчас постараюсь вам его поставить, если ему получится. Мы послушаем, что же написал вот этот замечательный наш товарищ из города-героя Сталинграда. В Волгограде заответил на пост лидера рок-группы «Машина времени» в социальной сети и в одной части стал популярным. Накануне 68-летний российский музыкант Андрей Макаревич опубликовал пост, в котором не просто оправдал уезжающих за границу звезд шоу-бизнеса, но при этом оскорбил жителей большой страны. «Вижу тявканье по поводу уехавших Аллы, Максима, Чулпан, Земфиры. Это Россия уехала от вас в удачье, потому что Россия они, а не вы», заявил певец на личной странице в соцсети, чем вызвал негодование рядовых жителей. Одним из тех, кто стал на защиту россиян, оказался житель города-герой Волгограда Роман Шепель. Мужчина опубликовал стихотворение, ответ на слова Макаревича на своей личной страничке в ВКонтакте. Однако произведение Волгоградца тут же появилось на Пикабу, где его успели оценить тысячи жителей России. Как сообщает МТВ онлайн, Роман признался волгоградским журналистам в том, что строки для ироничного стихотворения у него родились случайно по дороге на работу. Я написал стихотворение буквально на коленке. Первые строчки пришли в машине. Потом приехал на работу и добил все. Ирония и сарказм. Россия уехала из России. Разместил пост у себя ВКонтакте. Пошла волна, как говорится. Можно сказать, что прикоснулся к миру селебрити. Поделился с информационным агентством Высота 102 Роман Шепель. Пришла беда, откуда не просили. Уехала Россия из России. Теперь она, что твой бродячий кот. В Израиле и в Турции живет. С балкона, взяв с пакетами пакет, На ключ закрыла двери и... Привет. Привет. Ушив Россию песен и стихов, Оставила Россия мудаков. Теперь вшим станет не до санкций с пандемией. Как жить теперь Россией без России? Как нам сказать последнее, прости, России, Что в России не найти? А сиротелы смотрят в небеса, Ничейные сибирские леса, Уныло гунет волны среди скал России позаброшенный Байкал. Теперь не колосятся, Опылят российские забытые поля. Прощально скрипнут, Навсегда встает Последний неразваленный завод. Стоят комбайны, самолеты, корабли. Россия ж без России, Ком земли. Протяжно, горько без России, Стонет народ. Числом 140 миллионов. И все стоят, Печально наблюдая Россию, Что Россию покидает. Потом перегнулись и спросили, И как теперь в России без России? В руках сморкнулись. А потом пошли сажать леса, И строить корабли, Воспитывать детей, Лечить больных. Россия-то уехала без них. Россия, Из России уходя, Взяла лишь Пугачеву и Дудя, Земфиру, Галкина и Нюшу, И Собчак, И Органте, И всех его собак. Андрей Вадимович, Я верю, Вам видней, Что есть Россия, И кому быть ей. Вы там Отговорите деликатно Россию, Что запросятся обратно. Отметим в конце, Что Роман Шепель Обычный Волгоградский Сантехник, Который своим стихотворением Облёп Признание Тысяча Россиян. Ну вот видите, Как-то не согласился Житель города Герой Сталинград Роман Шепель Вот с такой вот Оценкой Макаревича. Но ещё раз говорю, Поскольку, Наверное, Роман тоже относится К той категории, Которую Великий Макаревич Определил Как Мудачо. Вот. Ну, Видимо, Он был Не очень прав. Но дело в том, Что и другие Представители Как-то Нашего вот этого Лагеря Не вполне, Скажем так, Адекватных По мнимо Кречи людей Реагируют На Подобного рода Метаморфоза В жизни наших звёзд. Вот что пишут По этому поводу Рея Катюша. И повторится Всё. И повторится Всё как сталь. Аптека, Улица, Фонарь. Действительно, Ведь повторяется Ровно то же самое, Что было в 14-м. Элита Сделала всё, Что только могла, Дабы сбить народный порыв И превратить Народную войну В некое СВО бессмысла. Точнее, Лишив его Даже тех смыслов, Которые были И начав обменять В этом Тупой люд, Так и не понявший Всех великих Хитрых планов. Удивительное дело. Так, При их восстне На бюджете Всё перекручивают. Не в первый раз, Но всё-таки. Вот, Согласно Соцопросам Происходит Снижение Интереса К специальной Операции. Всё меньше Интересуются Новостями Оттуда. И тут же Тебя радостно. Ура! Наконец-то Им всё надоело. Им всё надоело. И можно Снова идти В новый Дивный мир. Правда. Все доединовые Эти же Опросы Показывают, Извиняюсь. Правда, Все доединовые Эти же Опросы Показывают, Что уровень Поддержки Армии, Лидера страны, Антизападные Настроения Такие же, Как и были Раньше. А интерес Пропадает. Более того, Продолжает Снижаться Количество Добровольцев, Готовых Ити воевать. В чём же Здесь логика? Логика Проста. Новость Для верхов Хорошая. Можно Смело Поздравить Нашу элиту. Она Смогла Убедить Ватников, Совков И мракобесов, Что это Не их война, Что она Не отечественная И вообще Не про них. За что За что Вышеуказанным Ити воевать? За Мау, Кудрина, Силуандова И Набиульну С мужем, Другом Сороса, То есть Тех, Кто их ограбил В 90-е, За Пугачиху, Урганта, Звездой Манижи И прочих С пониженной Или вообще Беззорной ответственности, За Голикову, Гинсбурга, Мурашка И их богов Извоз, Минпросвет, Ставший насмерть За Болонскую систему И прочие достижения Для аборигенов Африки, За Минкульт И прочие Мин, Благодаря которым У нас продаются Книги про педерастов, Снимают фильмы Про педерастов, Педерастов Тычут на СТС, А следом В очереди Стоят просто Предатели, Которые ждут Свою дань С россиян, За Патанина, Фридмана, Абрамовича И остальных Олигархов, Которые спрятали Свои розовые Попы от народа И родины, По точному замечанию Пригожина-повара, За клоунаду С борьбой С предателями, Где они их сажают И рассказывают, Какие они преступники, Вторые выпускают, А третий Пытается пояснить, Что это так и надо. Что у нас Кардинально изменилось, Кроме Словоблудия Медведева И того, Что пришлось сделать Из-за санкций С той стороны. Пора признать, Спустя полгода С начала СО Наша элита Из-за лютого Непонимания людей Ухидрилась не просто Не создать образы И смыслов, Ради чего Все это было, Но с упорством Серийного самоубийца Заглушила И затоптала То, Что шло снизу. А теперь Пытается увидеть себя, Что народ устал И можно договариваться С теми, Кто приговорил их К повешению. Да, Нас будут грабить И просто убивать. А повешили Казнятым способом Именно их, Как Каддафи, Дабы показать Своё препосходство И обосновать преступление. Но там этого не поймут, Как и не поймут, Почему эти ватники, Совки, Мракобесы И прочее, Всё меньше хотят Идти воевать И спасать элиту. Если мы воюем За вот это всё, То может, Бенефициарам Стоит самим Ити на фронт. Да, Пока народ Просто устал. Если не будет Никаких сдвигов, То гул ассоциаций С чеченскими войнами Начнутся к зиме. А дальше будет Ещё менее весело, Ибо в этот раз Враг взял курс На наше полное уничтожение. И зайка моя Спасти не сможет. Да и не захочет. Кто вы ей? Кроме кошельков. И в продолжение, Скажем так, Этой темы Я хочу вам Познакомить С небольшим видео, Которое очень Наверное, Наверное, Отражает то, Что происходит. Это Небольшой видеосюжет Юрия Подоляки, Человека, На самом деле, Уникального. Я вот Наблюдаю за ним, Смотрю, То есть, Очень конкретный, Очень знающий, Очень эрудированный И по-настоящему Патриотично настроенный Человек, Который вот этими Своими короткими Эфирами Фактически Ну дает В какой-то степени Отпор В этой самой Информационной войне, Которую Ну, Развязали не мы, Которую против нас Развязали наши оппоненты, И которую они С помощью вот Различного рода Сбросов, Фейков И представления нам Своих этих Негаснущих звезд Значит, Постоянно нам Предъявляют. Здравствуйте, Мои уважаемые зрители, На дворе у нас 29 августа, И сегодня в своем первом материале Я хочу поговорить О фронтах гражданской войны, Причем фронтах гражданской войны Не только на территории Украины, На самом деле, Многие до сих пор Никак не могут понять, Что сейчас то, что происходит На Украине, Это просто всего лишь Один из фронтов Затянувшейся Большой гражданской войны Внутри постсоветского общества. Причем линия фронта Проходит по головам людей. С 15-го года Я пытаюсь донести Эту простую мысль, Что фронт Он у нас никуда не девался, Начиная с 90-х годов. Да, люди могут менять сторону, Переходить с одной стороны на другую, Потому что мозги могут переключаться Как в одну, так и в другую сторону, Но основная линия фронта Она никуда не делась. И она проходит По мозгам. Именно по этой причине Сегодня линия фронта Большой гражданской войны Проходит не только По Донбассу, Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областях. Она проходит и по Киеву, Она проходит и по Москве, И по Петербургу, И по Екатеринбургу, И по другим городам России. А еще она проходит По Минску, А еще она проходит По Алма-Ате. А еще она до сих пор Проходит и по Риге, Таллину, И Нарве. И все, что мы вокруг наблюдаем, Это целостная, Большая гражданская война За будущее всего этого Большого евразийского пространства. Почему я именно сегодня Выступил с этой темой? Да потому, что буквально Вот вчера Прошла информация о том, Что некто гражданка Российской Федерации Алла Борисовна Пугачева После полугодовой эмиграции Из-за рубеж Вернулась домой. И эта гражданка Алла Борисовна Пугачева В начале специальной военной операции Четко выбрала сторону конфликта. Она сегодня находится По ту сторону поребрика, Вне зависимости от того Где сегодня Либо вчера Находилось ее тело физически. И то же самое Одним из поводов Написания данного материала Стал концерт Валерия Меладзе И который, как я считаю Я считаю, является Очень большим плевком В спину Российских солдат Которые сегодня Воюют на Украине. Более того Я считаю, это Одним из важнейших Контрнаступлений ВСУ В тылу Наступающих союзных войск. Да-да, именно потому Что мозги Это является важнейшей Линией фронта, именно такова Специфика войны Гражданской войны 21-го века Именно по этой причине Я и считаю Например, концерт Валерия Меладзе Самым успешным Контрнаступлением ВСУ За последние полтора Месяца Даже каких полтора За последние три месяца Я не утрирую Я не перегибаю палку На самом деле Это именно так и есть А еще Очень большим плевком И очень важным Контрнаступлением Успешным контрнаступлением ВСУ Станет появление Вот этих вот лиц Например, в голубом огоньке Который выйдет на экраны В новогоднюю ночь С 22-го на 23-й год Любой публичный концерт Не только этих двух товарищей А и других людей Которые четко и однозначно Высказали свою позицию Сам в начале специальной Военной операции Это тоже будет плевок И нож в спину Нашим солдатам Которые сегодня Борются за будущее Нашей страны За то будущее Которое определяется Не в Вашингтоне И Лондоне А определяется Народом Нашей страны Мне, например, Очень трудно себе представить Концерт Человек, который высказался За специальную военную операцию Где-нибудь в центре Киева Ну вот вообще Не могу себе этого представить Более того В так называемых Я не случайно называю В так называемых Странах свободной Европы Все люди Которые выступают За поддержку Специальной военной операции Они там не просто Люди второго сорта Они изгои И несмотря на то Что они имеют Гражданство Своей страны Закрывают доступ Даже к кредитным карточкам Их изживают Выгоняют Из страны И делают так Чтобы они Не мешали Их стороне Побеждать В этом конфликте А у нас Сплошной Либерализм Нет, я не призываю Брать пример Запада И выживать Вот этих людей Из страны Но публичные Концерты Этих людей Которые По сути Воюют В интеллектуальном плане За наших врагов Это Уже Перебор И чем больше мы будем Этому всему потакать Тем дольше Труднее И с большими Жертвами Будет наша Окончательная Победа А в данном случае Никаких компромиссов Быть не может В любых Гражданских войнах А они Потому Такие Жестоки Побеждает Одна Сторона Конфликта Которая Далее И определяет Вектор Развития Своей Страны Но Никто По итогу Гражданской Войны В России До 17-го 21-го Не садился С проигравшей стороной Например Товарищ Ленин С товарищем Деникин Не садились И не решали Как они Уместе Дальше Будут Строить Россию Решала Победившая Сторона И в данном случае Никакого Другого Варианта Быть не может Либо Мы Побеждаем Второй Идеологический Концерт Раболепие Перед Западом И пристегивание России Как Придатка Западной Системы Было Быть И спокойно Будет Заканчивать Прожигать Свою жизнь В Лондонах Тель-Авивах И прочих Вашингтонах И жители Не только России Но и всего Евразийского Ментального Проекта Должны Четко И ясно Понимать Вот это Примерно То Что я хотел сказать В данном Виде На этом По этой теме До свидания И до вечера Спасибо Спасибо большое Юрию За Вот это его выступление Но я так понимаю Что в любом случае Оно же не подействует Да в моральном плане На всех тех кто Увез Россию сейчас Пытается ее частями Как бы Исходя Слов опять-таки Макарею Россию увезли Смешно Вот ее сюда Как-то Вернуть Я просто Хочу вам Привести один Пример Того Как В некоторых Странах В некоторых Проектах Относятся Ну к Этим вот Элементам Предательства Скажем так Интереса своей Родины И своей Страны В 2018 году Джан Джэ Хань Это Очень большой Китайский Певец С многомиллионной Аудитории С массой Поклонников За ним там все бегали Прыгали То есть казалось бы Что его авторитет не поколебим Вы представляете Китайскую Аудиторию Это значит даже Не 145 миллионов России Да это почти полтора миллиона Населения Из которых Там десятки миллионов Были его поклонниками И так в 2016 году Вот этот самый Джан Джэ Хань Загрузил в соцсеть Свои фото На фоне Достопримечательности Японии Но люди Рассмотрели Что все эти фото Сделаны Недалеко От храма Ясукуни Место где Японцы Отдают дань уважения Военным преступникам Когда члены Китайской федерации Радио и телевизор Узнали о том С какой целью Джан ездил в Японию То собрав В ней очередную коллегию В один голос призвали Все медиаплатформы Проявить нулевую терпимость В отношении Вышеназванного актера Итог Все фильмы с участием Данного актера Сняты с показа И продажи Удалены Со всех Стриминговых сервисов Удалены Все эпизоды Из всех шоу Где он когда-либо Участвовал Если ввести имя актера В известном Видеоресурсе Манго ТВ То результат будет Такого имени Не существует Песни актера Убрали из всех Музыкальных сервисов Тикток И китайский Ютуб Также удалили Как личные страницы актера Так и всю информацию О нем 13 августа Джан Дже Хань Опубликовал Официальные извинения Сегодня я Приношу самые Искренние извинения За свое невежество Мне стыдно За мой поступок Это моя вина Что я не знал Об истории Места где проходила свадьба Я также не знал О политических взглядах гостей Которые на ней присутствовали Из-за того что я не знал Историю тех мест Которые фотографировал И небрежные отнесы К содержанию фотографий Я серьезно оскорбил Чувства китайского народа И я приношу Самые искренние извинения Мне очень жаль Я не эпанофил Я китаец Я никогда И ни по какому поводу Не говорил ничего Что могло бы навредить Моей родине Я люблю свою родину Всем сердцем Вы можете критиковать Мне за невежество Я буду только рад Вашей критике Потому что она справедлива Как публичная личность Я всегда Должен помнить О трагических моментах Истории Страны Отныне я буду Более серьезно Относиться к истории Культуры родной страны Потрачу время На обогащение Своих знаний И расширение Кругозора Буду более Внимательным И дисциплинированным Я еще раз Приношу Свои самые Искренние извинения Но это извинение На самом деле Китайской общественностью Правительственными органами Принято не было И вот они С таким заявлением После этого выступили Это извинение Попытка взять на себя Ответственность За собственное невежество А также попросить прощения За оскорбление чувств Соотечественников Как публиличная личность Вы не имеете права Не знать Об истории своей страны И страданиях Ее народа Этот вопрос Касается национальной Справедливости Поэтому в нем Нет места толерантности Или двойным толкованием Если актер Сделал все это Сознательно То должен заплатить Высокую цену За свой поступок Ну Я понимаю Что от нас Еще от мудочаток Создать Но я бы На самом деле И был бы наверное В хорошем смысле слова Приятно удивлен Если бы ну примерно Такого же рода Наказание Последовало в адрес Тех наших Немеркнущих звезд Они же все равно Россию с собой везли Какая разница Есть в России Что-нибудь про них Или нет Но поступил бы аналогичным образом И наверное убрал бы все то Вот о чем говорилось В этом сообщении Про этого китайского актера Да Убрать Вывести из информационного Полностью поля Ну пусть живут Скажем так Как живут Но в абсолютной Информационной пустоте У себя на родине Ну для них это будет Опять таки нормально Поскольку Они же сами И есть в России То есть они могут в этом плане Прекрасно наслаждаться Все эти значит там Макаревичи Невзоровы Шандоровичи Галкины И все прочее Нужно сразу сказать Что не все так печально Все таки что-то у нас В этом плане делается И вот Есть такое небольшое сообщение Появилось в В телеграм-канале Захара Прилепина Конечно Захар Прилепин Это не такая большая величина Не настолько Высокий гений Как Макаревич И понятное дело Что отношение Вот всех этих Либеральных Наших звезд К Захару Прилепину Может быть И не такой вот Не с пиететом они относятся Но мне кажется Захар Прилепин Очень Вернее Почти всегда говорит Учитывая правду И то что он чувствует И так запретили новый фильм Чулпанхаматов К прокату в России Что неплохо Не на полку положили А проката не дали Я тоже снимался В кино несколько раз И в фильме эти Как правило Не получали проката Так бывает И это не трагедия Прокат не резиновый И тем не менее Это У нас Новость Нынче Диктатура А это у нас Новость нынче Диктатура пришла Давить творческих людей И все их свершения И порывы Как Скорлупу Пост Человек Фильм называется Ксения Собчак Астрит Причина запрета Неизвестна Только Захару Прилепину В его Русском мире Без запретов И розовых пони Ксения Анатольевна Бог с вами Я никогда не говорил Что у нас Нет запретов У нас Обычная Европейская страна Там Мягко прикроют Любого артиста Или музыканта Который рискнет вслух Поддерживать Россию И мы тоже не отстаем Все это Обычные Мировые Либеральные Практики Но в отличие от Европы У нас все это Исправляется на раз Рассказываю Надо взять Полкило карамели Отнести В лагерь Беженцам И сфотографироваться Там И выложить Социальные сеточки И наше большое Печальное государство Сразу возьмет Вас на ручки И будет Идут в теме Любоваться На ваши глазки Губки Ушки И будут у вас Прокаты Эфиры Корпоративы И шоу Вы это отлично знаете Ты и Ксения Отлично это знаешь Но вы Сдохните А карамель Беженцам не понесете Нынче у нас Правило такое Нет Карамельки Нет фильма Но в тайне Вы знаете Что вы все равно Пересидите это Убогое государство С его убогими запретами И чуть позже Вам все разрешит Опять Как после 2014 года Было И карамельку Вы сами скушаете А этих беженцев Пусть кормит Русский мир Вы этих беженцев Никуда Убегать не просили Они не по вашей Творческой части И чести На самом деле Вот такое Пронзительное Пост Такого Пронзительное Письмо Захара Принепина Которое Во многом Ну наверное Объясняет То что происходит И чувства Которые испытывают Я не могу Все таки Отвязаться От этого слова Которое по отношению К нам употребил Значит этот Великий гений Значит там Андрей Макаревич Да Прилип Ко мне Вот Мы понимаем Что все Это происходит И конечно мы хотим Изменений И с этим Чтобы как-то Все таки у нас Не газ надежды Что это будет происходить Еще Пару Скажем так Ну Сообщений В рамках Этой тематики Хотя бы В Москве Пресекли массовые гонки На элитных автомобилях Хотя бы Пресекли Что это делается Что планхаматов Запретили Гонки элитных На элитных автомобилях Пресекли А что же они хотели сделать Эти уроды Владельцы дорогостоящих Автомобилей Я притендовал Что там были Некоторые бывшие Госчиновники Владельцы дорогостоящих Автомобилей Собирались Провести В центре Москвы Гонки Это пишет ТАСС Со ссылкой На правоохранительную орган Полиция не допустила Проведения Несогласованных гонок Несколько десятков Иномарок Планировали Проехать По центру столицы С наклейками Богатые И успешные Участников Акции Предупреждали Не допущение Проведения Данного Мероприятия Участники Автопробега Приехали В том числе На Феррари Ламборгини И Парше Уточняет РИА Новости Богатых И успешных Обещали задержать И доставить В отделы полиции Для привлечения К ответственности Сенатор Владимир Джабаров Раскритиковал Московских Мажоров На сверхдорогих Автомобилях За желание Провести пробег Во время спецоперации На Украине Вчерашние мальчишки Воины Совершают Геройские Поступки Иногда Цены Собственной Жизни Московские И Вот Тронули Буквально За живой Вот Эти Самые Последние Кадры Возвращающихся С фронта Бойцов Встречают На Белорусском Вокзале Это Кадры Хроники И Вот Лица Этих Люди Одолели Такого Ужасного Совершенно Сильного Безусловно Хитрого Коварного Жестокого Беспощадного Врага И Вот Если посмотреть Смотреться в эти глаза В эти лица Это же люди Возвращались С абсолютным Каким-то Светлым взглядом На этот мир И с большой надеждой На это самое будущее И вот То что происходит Вот это вот Нерешительность Наверное В какой-то степени Наверное Непоследовательность В какой-то степени Даже Предательский Конформизм Все это наши Чиновничьи Чиновничьи Как бы это Помягче сказать Толпы По отношению К тому Что в общем-то Делать с нами С нашим достоинством С нашей честью С нашими представлениями О добре Излия Справедливости В общем-то это Конечно Вызывало Вызывает И безусловно Будет вызывать Наши негодования И Что бы там Не считал Значит опять Возвращаясь К этому самому Ну он человек Разве ему человек Может такое написать Да О целом народе Ну это же стихий ужас конечно Вот этот человек То есть Можно сколько угодно Оскорблять Обзывать Тот глубинный народ Который сотворял Вот эту великую историю Тысячелетнюю Многотысячелетнюю историю Нашей Нашего государства Нашей страны Русского проекта Вот На этом Все таки мы наверное Будем держаться И в связи с этим Я хотел бы вам Вашему мнению Предложить еще один Интересный на мой взгляд Пост Который во многом Вот Указ А что же все таки Происходит И чем все это может завершиться Это было сообщение Телеграм-канале Регнума Значит Уважаемый Телеграм-канал Телестерин 2 Приглашает к дискуссии Развинулся После публикации Канала Дорогой Хурмы У них была дискуссия Между этим каналом И информационным Агентством Регнума Итак В сущности Сам факт Развинулся Дорогого стоит О чем Писал Регнум О том что Века не стирают Позора нации Избежать позора Можно только единством И единым усилием Очень важно сегодня Чтобы это поняли Или вспомнили Все в полтора раза Больше развлекающегося Граждане России Ну это просто была ссылка На то сообщение По моему Вчера или позавчера О том что вот Россияне стали в полтора раза Больше тратить Средств на развлечения Иначе Позор поражения рабства Который ляжет на всех нас И всех наших потомков О чем пишет Уважаемая дорогая Дорогая Хурма О том что Наши ребята На передовой Оказывается Сражаются За наше настоящее Такое Какое оно и есть сейчас Мы же экономику Какую любим Правильную Работающую Чтобы рабочие места Налоги Сборы И вот это вот Все И индустрия Развлечения Один из кусочков Этого сложнейшего Пазла А без денег В бюджете Государевым И правда Придется вставать К станку Два народа Два народа И две России С разной жизнью Разной Культурой Разной Верой Разной Латентной Идеологией Разным Настоящим И разным Будущим Один народ Один народ Сражается Два народа Веселитесь Налоги Этого ко второму народу начали возвращаться его ранее сбежавшие неотъемлемые члены вроде Пугачевой. Она будет наводить порядок в головах. Это ее заявление по приезду. А с ее концертов налоги-то ого-го какие. И идеологи у этих двух народов разные. У первого, кто бы что не говорил, это президент Путин, который принял сложнейшее решение о необходимости операции. То есть в том, что борьба с нацизмом должна быть доведена до конца. Что это наш долг России. И что если Россия это не сделает, то никто не сделает. У второго идеолога выступает пресс-секретарь президента Песков, который считает, что идеология России это нормальная жизнь. То есть потребительское общество forever. То есть навсегда. Нашего идеализма не хватает на то, чтобы думать, что можно достичь единства этих двух разных народов. Но первый народ должен полностью выйти из морока обволакивающих и убаюкивающих сказок второго народа. Сейчас не время спать и выйдите сны. Сейчас время сражаться. Иначе наша судьба незавидна. Ну вот на этом, собственно говоря, я хотел бы и закончить сегодняшнюю с вами встречу. У нас должна была быть по плану итоги недели. Но опять-таки как только я начинаю подводить итоги недели, появляется накапливается масса материала, который я считаю гораздо важнее, чем мы с вами будем смотреть на посещаемость нашего канала, график роста или падения наших подписчиков и общего числа просмотров. Хотя это, конечно, надо делать, но раз в месяц где-то это, наверное, будем делать. И я вас прошу еще где-то минуты 3-4 внимания, потому что по окончании, после того, как я с вами распрощаюсь, опять-таки вашему вниманию будет предложен небольшой видеофильм о тех же самых вот этих вот предательных компрадурах, иначе их назвать нельзя, которые помещены в такой замечательный контекст, который я саму текстуру, ну, сам текст этот получил от Олега Александровича Чагина, нашего замечательного соратника, доктора медицинских наук, доктора философских наук, человека, который вот всеми силами двигает, и у него это получается, и в Крыму разворачивается кластер соответствующий, новую систему образования, воспитания в нашей стране без уже всех этих либеральных прибамбасов. Я желаю вам приятного просмотра, и займут еще раз говорю о свое время и не больше трех минут, спасибо большое за внимание, все вам доброго. за толерантность и политкорректность. Сперва выступила Аскарида. Она поведала высокому собранию, что прогресс не повернуть вспять, а потому прошли темные времена, когда с глистами жестоко и бесчеловечно боролись. И нужно дирешительно и окончательно покончить с дискриминацией глистов в организме, ибо глобализационные процессы требуют развития толерантности. Аписторхи восторженно аплодировали и скандировали равенство в правах с клетками печени. Затем слово взял широкий рентец. Он сделал доклад об истории вопроса. Дескать, было раньше золотое время, когда про глистов никто и не знал, не то, чтобы с ними бороться. Но потом наступило смутное и темное время, когда глистов нашли и стали вероломно травить и вывозить. Однако развитие не стоит на месте. И теперь никто не смеет поставить под сомнение равноправие глистов на питание и свободу их самоопределения в организме. Угнетать глистов медпрепаратами и прочим ракобесием никому не позволено. И что нужно всеми мерами искоренять глистофобию, так как глисты равны всем органам человека. И что не гоже стоять на пути прогресса. Блох микроскопических паразитов внес предложение объявить иммунную систему шовинистической, а человеческие организмы, не имеющие глистов, отсталыми и непрогрессивными. Предложение было одиннадцат поддержано высоким собранием. Печеночный сосальщик в блоке с апистолхами выступил за то, чтобы выделить глистам квоту на кровоснабжение в соответствии с их потребностью и приравнять права к головному мозгу. После этого слово взял бычий цепень. Он говорил про то, что шовинизм по отношению к глистам совершенно недопустим, так как нарушает согласие в организме и ведет к вытекающим последствиям. Он предложил сдать закон, запрещающий неполиткорректные шовинистические выражения. Отныне вместо слова глист следует употреблять термин автономный человеческий орган, а вместо слова паразит следует говорить симбиотик второго рона. Идея политкорректности была встречена бурыми аплодисментами, переходящими в газы. Все были очень рады и довольны установившимся либеральным порядком и совсем было устроили парад в сторону выхода. Но тут вдруг все собравшиеся почувствовали, что почему-то стало холодать. Ислороду с питанием стало совсем мало. И решили они даже устроить акцию протеста против такой вопиющей дискриминации в обратную сторону. Однако не успели. Организм умер. Не справился орган